Великая Отечественная война стала самой крупной трагедией для советских людей. Эта рана, нанесенная нацистской Германией, тогда 22 июня 1941 года, не зажила и 9 мая 1945. Она до сих пор болит и теребит сердца и память жителей не только России, но и всех народов, когда-то живущих в большой стране в Советском Союзе. Вот несколько интересных фактов о той войне. Великая Отечественная война продолжалась 3 года, 10 месяцев и 18 дней, или 1418 дней и ночей. На границе с Советским Союзом на момент вторжения Германия сосредоточила 5,5 миллион человек своих войск, а также солдат своих союзников. Также для нападения было приготовлено 4000 танков и около 5000 боевых самолетов. Численность же Красной Армии на приграничных территориях в тот момент составляла почти 3 миллиона военнослужащих, более 14 тысяч танков и более 9 тысяч самолетов. До битвы за Москву в 1941 году военные силы Германии во всех битвах превосходили силы Красной Армии. И лишь только к битве за столицу Советскому Союзу удалось создать небольшой численный перевес над немцами и их союзниками. Гитлер и его окружение планировал после победы над СССР истребить на нашей территории только в первый год оккупации 30 миллионов человек. Сделать это он хотел с помощью голода. Северные регионы должны были перестать получать продовольствие из южных частей страны, а все оно должно было отправляться на запад и кормить немцев и немного жителей оккупированной Европы. По несбывшимся людоедским планам гитлеровского командования, Москва и Ленинград должны были быть полностью уничтожены, стерты с лица земли вместе со всеми постройками. Но это только в первый год. Далее славянское население постепенно должно было замениться немецким, а оставшиеся в живых стали бы рабами у господ. Другие расы и нации, скорее всего, были бы просто уничтожены. Так что если бы Германия победила, то пили бы баварские, это да, но не мы. Мы бы даже и не родились. Потери вооруженных сил Советского Союза составили 13 миллионов 698 тысяч человек. Это безвозвратные военно-оперативные потери. То есть в эту цифру входят не только убитые и пропавшие без вести, но и взятые в плен или военные, которые после поражений 41-го года вырывались из окружений и возвращались домой, прятались по лесам или жили где-то в оккупации. Чтобы точно высчитать именно убитых, нужно из данной цифры вычесть повторный призыв 939 700 человек и вернувшихся военнопленных 1 миллион 836 тысяч человек. Итого, потери вооруженных сил Советского Союза за годы Великой Отечественной составили 10 миллионов 922 тысячи человек. Эта цифра потерь на данный момент является самой корректной и вряд ли существенно будет пересмотрена с вводом в историографию новых фактов. Всего же демографические потери СССР составили 26 миллионов 613 тысяч человек. В эту цифру входят помимо военных, погибших на фронтах или в плену, мирные жители, умершие от голода или холода, или от военных действий, и замученные немцами в концлагерях. Также сюда входят и полицаи, убитые партизанами и коллаборационистами вроде власовцев, уничтоженные Красной Армией или казненные за предательство после войны. Самая долгая битва Великой Отечественной войны – это битва за Ленинград, которая проходила с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Блокада же самого города длилась целых 872 дня. Причем интересный факт – голод, который действительно лютовал в самом городе, был гораздо мягче и уносил меньше человеческих жизней, чем голод, который был на оккупированных немцами территориях возле Ленинграда. Самая крупномасштабная битва в истории человечества, которая даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса – это Берлинская наступательная операция. С обеих сторон в сражении принимало участие около 3,5 миллионов человек, 52 тысячи орудий и минометов, 7 750 танков и 11 тысяч самолетов. Против Красной Армии на протяжении всей войны Германский Рейх на Восточном фронте держал 3 четвертых всех своих военных сил, а после высадки союзников Нормандии продолжал держать на Востоке 2 третьих всех своих сил. Потери Германии на Восточном фронте составили 75% от всех его потерь. Наши бойцы и командиры, защищая свою родину, каждый день совершали невообразимые подвиги, стараясь приблизить день победы. От мужчин также не отставали и женщины. Лучшая женщина-снайпер в истории человечества Людмила Павличенко – 309 уничтоженных солдат и офицеров противника. Екатерина Зеленко – единственная в мире женщина, решившаяся на таран. Лидия Литвяк – самая результативная женщина-истребитель. 168 вылетов, личных побед 12 и 4 в группе. Боевая подруга Мария Октябрьская купила танк, оплатила постройку и воевала на нем водителем-механиком. Морской пехотинец Екатерина Демина по шею в ледяной воде атаковала остров, а потом со своими бойцами сдерживала контратаки немцев. Пулеметчик Нина Анилова, ее называли Анкой-пулеметчицей, потому что она служила в Чапаевской дивизии. Счет поверженных врагов до 500 солдат и офицеров противника и так далее и тому подобное. За годы Великой Отечественной на ее фронтах погибло более 3 миллионов членов партии и более 4 миллионов комсомольцев. Это информация для тех, кто говорит, что коммунисты только гнали всех на убой, а сами отсиживались в тылу. Материальный ущерб Советского Союза от войны составил более 2,5 триллионов рублей в довоенных ценах. Это около 30% национального богатства СССР. Во время войны было разрушено 1710 городов и поселков городского типа и более 70 тысяч сел и деревень. Полностью или частично было разрушено и разграблено 31 850 заводов, фабрик и других промышленных предприятий, 1876 совхозов, 98 тысяч колхозов и 2890 машинно-тракторных станций. 17 июля 1944 года состоялась операция «Большой вальс». По улицам Москвы прошли пленные немцы. Союзники не верили, что в ходе операции «Багратион» была разгромлена немецкая группа армий «Центр» и что в ее ходе были убиты или попали в плен около 400 тысяч солдат и офицеров вермахта и СС. Тогда Верховное командование СССР решило продемонстрировать всем достижения Красной Армии. По улицам столицы в этот день под конвоем НКВД прошло 57 600 немецких солдат и офицеров, в том числе 19 генералов. Сзади немецких колонн ехали поливальные машины. И тут мне подсказали подписчики. Я раньше думал, что поливальные машины были только для того, чтобы как бы символически смывать фашистские следы с улиц Москвы. Но на самом деле это не так. Они специальным раствором смывали вшей, которые падали с немцев, чтобы в столице, не дай бог, не разыгралась эпидемия. Подвиги совершали не только взрослые, но и дети. Многие из них служили не только в тылу, но и на передовой и в партизанских отрядах и вели подпольную войну. А пятеро из них стали героями Советского Союза. Это Марат Козей, Саша Чекалин, Зина Портнова, Валя Котик и Леня Голиков. Ленд-лиз, то есть поставки вооружения союзников, в основном США, Советскому Союзу без оплаты, не надо недооценивать и переоценивать. Совсем без помощи союзников СССР победил бы Германию, но война, скорее всего, продлилась бы на год дольше. Ленд-лиз – это спасенные жизни советских людей. Но хребет Вермахту был сломлен Красной Армией практически самостоятельно, ведь поставки по ленд-лизу массово начались только после Курской битвы и в основном пришлись на 44-й год. Многие считают поставленные союзниками самолеты, танки и автомобили, но не это было самым ценным. СССР остро нуждался не в технике, а в компонентах для парохов, так как именно химическая промышленность у него была еще пока слабо развитой. Совсем без союзников СССР тоже победил бы Германию, но это была бы уже первая победа, и до Берлина Красная Армия, скорее всего, бы не дошла. Понятное дело, что этот пункт дискуссионный, как бы, возможно, если бы, да, кабы. Так что, строчите комментарии. Один из самых почему-то распространенных мифов о Великой Отечественной войне это то, что День Победы потом не праздновали 17 лет. На самом деле люди путают понятие праздновать и выходной день. Действительно, в 45-м году 9 мая был сначала признан выходным днем, а потом в 48-м его сделали обратно рабочим. Но это не мешало людям праздновать День Победы. В парках всегда 9 мая проходили торжественные мероприятия, играла музыка и вечером звучали салюты. С 65-го года День 9 мая стал снова выходным днем. Друзья, пишите свои комментарии, будьте счастливы и с Днем Победы вас! Ура! До встречи! До встречи! До встречи! До встречи! До встречи! До встречи!